Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава второй книги «Царей или царств» для библейского портала «Экзегет.ру» читаю свой перевод. 11 глава, наверное, один из самых известных эпизодов про царя Давида, но про Голиафа, конечно, все знают, пока он еще не был царем. 11 про то, как Давид переспал с женой своего воина, и когда та стала беременной от него, от Давида, он вызвал этого воина с войны, надеясь, что он отправится к себе домой, можно будет списать на него, этого младенца, а когда тот отказался идти домой, поскольку война же, что же это, я буду прохлаждаться у себя дома, то, собственно, Давид повелел сделать так, чтобы этот человек погиб на войне, убил его, но не сам, а жену его взял к себе, и внешне все было ровно, гладко, то есть с точки зрения стороннего наблюдателя, который не знает этих подробностей, ну, погиб воин на войне, осталась от него вдова царю, она понравилась, он ее взял как еще одну жену, а у Давида довольно много уже жен к этому моменту, любил женщин-человек, и на этом можно было бы поставить точку, но поскольку у нас все-таки книга Библия, то в ней еще есть действующее лицо, которое мы называем словом Бог, и, собственно, это лицо и есть главное действующее лицо всей этой истории. Как же он поведет себя в этой ситуации, когда Давид повел себя как обычный восточный деспот, для восточного деспота его государство, его страна, это его личная собственность, если кто-то чем-то обладает, а мне понравилось, могу отобрать, а если что-то помешало, могу убить. Господь отправил к Давиду пророка Натана, и тот, придя к нему, рассказал вот что. Двое человек жили в одном городе, один богач, другой бедняк. У богача было множество всякого скота, а у бедняка только одна маленькая овечка, которую он приобрел и вырастил. Она росла вместе с его детьми, ела из его рук, пила из его чаши, спала на его груди и была ему как дочь. И вот пришел к богачу прохожий, но тот пожалел собственный скот на угощение захожему гостю, а взял овечку бедняка и приготовил его для того, кто к нему пришел. Давид сильно разгневался на того человека и сказал Натану, Господом клянусь, смерти достоин тот, кто так поступил. Здесь, конечно, есть всякие традиционные толкования, но и в оригинале все понятно. Сейчас пророк Натан сам нам растолкует. А за овечку должен заплатить четверо, раз он поступил так безжалостно. И Натан сказал Давиду, да ведь это ты сам. Вот что говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в цари над Израилем, я спас тебя от руки Саула. Я отдал себе дом господина твоего и жен господина твоего положил тебе на грудь и доверил весь дом Израилев и Юзин. Мало ли это для тебя. Если так, то и больше того бы я дал. Зачем же пренебрег ты словом Господнем, творя такое зло в его очах? Уриюхета ты сразил мечом, а жену его взял себе в жены, ты же убил его руками, амманитян. Во веки не отступит теперь меч от дома твоего за то, что пренебрег мной ты и взял себе жену Уриюхета, чтобы она стала твоей женой. Так, говорит Господь, по воле моей придет на тебя беда из твоего собственного дома. У тебя на глазах возьму жен твоих и отдам другому, чтобы он лег с твоими женами при свете этого солнца. Что сотворил ты в тайне, то сделаю я на виду всего народа при солнечном свете. Ну вот, сразу становится понятно, что овечка это жена, у Давида большой гарем, но когда к нему приходит странник, обычное отеческое толкование, что это, собственно, похоть к нему пришла, да, и он мог удовлетворить ее. Своё сексуальное желание вполне законно со своими женами многочисленными, но вот он захотел еще одно. И что Господь об этом говорит, что ты взял чужую жену, я возьму твоих. Наказание подобное. И это действительно произойдет в один момент. Нам кажется это странным. Почему? Ведь жены — это тоже люди. Они в этой истории выступают действительно как некие предметы, как некий актив, как, допустим, какие-нибудь драгоценности или, я не знаю, там, наряды, которые можно забрать и передать кому-то. Но так тогда во многом воспринимали женщин. И как раз вот истории из этих самых книг царей, они про то, как женщины и та самая Батшева, которая и была здесь упомянута, с которой эта история случилась, она потом станет активным действующим лицом, но не сразу. И вот, собственно говоря, это разговор о том, как из вот такого очень примитивного восточного деспотизма, да почему только восточного, как будто на Западе тогда было лучше, из примитивного такого первобытного деспотизма рождается какое-то другое понимание достоинства человеческой личности. Может быть, еще один вопрос. А почему Натан рассказывает притчу? Почему он не обличает Давида прямо? Ему мог прийти и сказать вот с самого начала то, что он сказал потом. Уриюхе, ты сразил мечом жену, я взял жену, убил его руками аммонитян. Он рассказывает притчу, может быть, потому что притча – это действительно такой очень хороший способ объяснить человеку то, что до него прямиком не дойдет. Вот притча – это как бы не про нас. Это про каких-то выдуманных людей. Мы можем себе позволить сопереживать им, потому что когда про нас рассказывают «ты», сразу защитная стена такая. Что я? Я ничего. Вообще ничего не было. Или там, а все так делают. Или они еще хуже. А вот маленькая история про какого-то вымышленного человека, и она заставляет сопереживать. Она рождает в человеке такую эмпатию, способность почувствовать то, что чувствует другой. И вот тогда уже подстановка происходит, действующие лица – это, собственно говоря, ты и те, кто рядом с тобой. Ты начинаешь на себя смотреть со стороны, ты начинаешь воспринимать то, что ты сделал совсем по-другому. «Давид ответил Натану, согрешил я пред Господом». А Натан ему сказал, да, но Господь снял с тебя этот грех, ты не умрешь. Но раз ты такими поступками подал повод врагам Господним его хулить, твоего новорожденного сына ждет смерть. Натан отправился к себе домой, и Господь поразил ребенка, которого родила Давида, жена Урии, так, что он заболел. Ох, как это тяжело. Наказать ребенка за грех отца. А Батшева, мать этого ребенка, смотрите, ее фактически изнасиловал Давид. Да, он ее не спрашивал, когда он приказал привезти ее к нему и с ней переспал. В общем-то, в современном языке это называется словом насилия. Более того, ребенок, который рождается от этого брака, должен умереть. Что чувствует мать в этой ситуации? У нее, смотрите, сначала вот с ней так поступили, потом ее муж убит. Вероятно, она его любила. Вот по этой притче, судя, если это история Урии и его жены, то действительно любила, спала на его груди. Там, говорится, он ее взял и вырастил. То есть, может быть, она совсем юная, такой девочка еще за него замуж вышла. И теперь у нее умирает ребенок. Как это все страшно. Не так ли? Вот есть такие страницы в Библии, про которые ничего не скажешь. Мы не знаем ее истории. Она здесь не рассказана. Это история Давида. И поэтому мы видим только, как это видит Давид, как это видит она, мы не знаем. Это, конечно, трагедия. Но Библия не про все. Библия про некоторые вещи, которые нам важно знать. Давид обратился к Господу с мольбой о мальчике и строго постился, и, войдя к себе, провел ночь, лежа на земле. К нему вошли старшие в его роду, ну, то есть какие-нибудь там дядьки, его отец, возможно, чтобы его поднять, но он не захотел и не стал вкушать пищи. На седьмой день дитя умерло. Но слуги Давида боялись сообщить ему, что ребенок мертв. Они говорили, еще пока было живо дитя, мы говорили с ним, но он нас не слушал. А если, скажем, теперь, что умер ребенок, не миновать беды? Ну, вероятно, они боятся, что он самоубийство совершит. Увидел Давид, что слуг его перешептывается, и понял, что ребенок мертв. Давид спросил у слуг, ребенок умер? Они ответили, умер. Тогда Давид, дальше вот совсем неожиданное, поднялся с земли, омылся, намазался благоводнием, и переоделся, и пошел в дом Господний, чтобы поклониться ему. То есть, совершить некую молитву покаянную. Он просит, наверное, у себя где-то, рядом со своим домом, там, лежа на земле, да, то есть он вообще просто отдельно от всего, что связано с его обычной жизнью. И здесь он вроде возвращается в эту обычную жизнь через молитву в доме Господнем, в Скинии, стало быть. Вернувшись к себе, он потребовал пищи, и когда ему подали, он поел. Слуги спросили его, как же это ты поступаешь, пока жив был ребенок, ты постелся и рыдал, а теперь, когда он умер, ты поднялся и принялся за еду. Ну, понятно, что обычная история, это траур по умершему, да, вот умирает, и тогда люди действительно одевают какую-то особую одежду, и в древности это был еще и пост, то есть человек отказывается от пищи, ну, буквально кусок горла не лезет от горя, от этого переживания. А Давид, наоборот, привел себя в порядок и стал есть. Он ответил, пока ребенок был жив, я постился и плакал, ведь я рассуждал так. Как знать, может быть, помилует меня Господь, и дитя будет жить. А теперь он мертв. Что мне поститься? Разве смогу его вернуть? Это я отправлюсь к нему, а он не вернется ко мне. То есть, смотрите, для Давида пост — это не способ выразить свою скорбь, ну, или какое-то естественное следствие скорби, когда у человека кусок горла не лезет. А это способ говорить с Богом. И пока есть надежда, что Господь переменит свое решение, то он говорит с ним об этом. Когда эта надежда исчезает, то все. Давид утешил Батшеву свою жену и вошел к ней и лежал с ней. Она родила сына ему дали имя Соломон, и был он угоден Господу. О нем еще мы будем читать в этих книгах. Он отправил пророка Натана на речь младенцу имя возлюбленной, и так пожелал Господь. Интересно, что с самого начала два имени, Соломон, под которым мы и знаем этого ребенка, ну, от слова мир, шаломо, по-древнееврейски, от слова шалом мир, а еще возлюбленный, ну, как, возможно, как некоторый ответ на то обещание, которое было дано Давиду раньше, что сын Давида будет возлюбленным сыном Бога, да, и Давид как бы говорит, вот, он мой ребенок, то есть, с Батшевы у него особая некая любовь. И, соответственно, здесь уже он указывает, как бы, Богу, вот тот, кого я хочу сделать тем самым наследником, хотя у него уже есть дети. Ну, а тем временем, что происходит на войне? Юав брал приступом рабу столицу Аммонитян, он уже подступил к царской твердыне, ну, то есть, главной части крепости. Тогда Юав послал к Давиду гонцов с такими словами. Я брал приступом рабу, я владел городской водой, теперь, сибири, остаток народа, пойди приступом на город и захвати его, ведь если его захвачу я, то над ним будет наречено мое имя. Понятно, да, вот маршал Жуков, он славится, как тот, кто взял Берлин, понятно, что очень много народу воевало. Так и здесь Юав говорит, я не хочу быть тем, кто взял рабу, давай, приходи ты, возглавь последний штурм. Давид собрал весь народ, пошел приступом на рабу и овладел ей. Давид снял с головы царя золотой венец с драгоценными камнями весом в талант, что 30 с небольшим килограмм, теперь он был на голове Давида. Также он вынес из города огромную добычу, его жителей он также вывел и приставил их к пилам, железным киркам и топорам и заставил их обжигать кирпичи. И так поступил он со всеми городами аммонитян. Вообще, всенодальный перевод здесь говорит, народ бывший в нем он вывел, положил их под пилы и так далее, бросил в печи для обжига кирпичей, то есть, предал их мучительной смерти, их там перепиливали, сжигали в пищах. Ну, в оригинале двусмысленное выражение, которое можно понять и так, и так, но дело в том, что аммонитяне остались живы через какое-то время, сбросились из себя игоизраильтян, поэтому, скорее всего, все-таки речь идет не о кровавом убийстве, мне кажется, это пример ошибки в синодальном переводе, но о том, что он отправил всех аммонитян на принудительные работы, что тоже, ну, как бы, достаточно жесткая мера, но все-таки не уничтожение, не геноцид, как это называется сегодня. Вот место, где, судя по всему, традиционные переводы допускают ошибку, экзегетическую ошибку, которая поражает достаточно неверное представление о том, как было все на самом деле. Но глава, конечно, не про победу над аммонитянами, глава про покаяние Давида, то есть вот навсегда это вошло в такую сокровищницу мысли, традицию церковную, не только церковную, что грех это повод для покаяния, это то, что может быть, не то, чтобы стерто покаянием, потому что мы видим, последствия остаются, Урию не воскресить, не воскресить, и того ребенка, который родился у Давида, и который сам не был ни в чем виноват, но вот жизнь детей тогда не была, может быть, настолько безусловно гарантированной, как сегодня. У нас все-таки медицина очень сильно развита, а в те времена, естественно, любое заболевание серьезное могло легко привести к смерти, но Давид понимает эту смерть не как случайность, хотя младенческая смертность тогда была высока, и, наверное, это не единственный младенец, который умер вот на протяжении всей этой истории, но это понимается именно как наказание за то, что Давид сделал, за то, как родился этот младенец. Я бы, наверное, если бы я решал, как наказать Давида, я бы выбрал что-то другое, но это решаю не я, и просто иногда приходится признать, что вот в этих ветхозаветных книгах те вещи, которые с точки зрения нашей логики не совсем правильно. Убивать ребенка за то, что его отец согрешил, конечно, это неправильно, но здесь, наверное, единственный есть ответ, что мы рассуждаем об этом, вот исходя из той картины, которую мы видим, что человек не должен так себя вести, но Богу, видимо, открыто нечто большее, и в его замыслах, в его планах это как-то иначе выглядит, мы не знаем точно как, но такая заноза, конечно, остается, а вот что получилось из этой истории, и как она повлияла, собственно, на жизнь двора, Давида, об этом будут следующие главы. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,